Огромное спасибо всем, кто поддерживает выход нарезок копеечкой на бусти и донейшн алертс. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Всем здорова, ребята. Я сижу со своей пантерой, ребят, смотрите. У меня пантера живет дома настоящая. Вы, правда, нихрена не увидите, потому что там черный. Черная пантера, черная. Вот она, черная пантера. Вот такой черный котофей. В видосе все увидите. Кто-то выкинул котофея в гаражи к нам. Я сейчас на даче тусуюсь. Вот, можете меня поздравить. Я тут решил обосноваться, мне прям понравилось. Вот, на даче. Интернет будет. И интернет изначально будет заложен под гигабит. То есть, у меня просто роутер не гигабитный. Ну, соответственно, у меня 100 мегабит будет максималка здесь. Но, если я обновлю оборудование в дальнейшем, спокойно доплачиваешь за тариф и по оптике получаешь сюда гигабит. То есть, охуенно. Просто офигенно. Все, сейчас скоро интернет здесь будет в течение месяца. И еще я занялся установкой... Ну, короче, занялся отоплением. О чем я хотел рассказать. Короче, я закупил уже это все в видосе, увидите. Я закупил батареи, мне подарили электрокотел сюда. Сейчас будем ставить автомат, разводить проводку. Разводить трубы будем по дому. Вот. Интернет это все хуйня. Что со сральником? А что со сральником? Уличный сральник. На зиму, на холодный месяц, куплю биотуалет на 18 литров. Не знаю, сколько срать можно в 18 литров. Это будет непосредственно уже в момент эксплуатации, понятно. То есть, будет выяснено, когда этот сральник начнет забиваться. Я не могу пока ничего сказать. На зиму надо биотуалет брать сюда. А что насчет мыться? А зачем мыться, если есть духи и одеколон? Я вообще не понимаю. То есть, хуйня, который тратит время на мытье себя, если давно придумали духи. Это еще со средних веков, то есть, придумано. Попшикался везде, снизу тоже и все. И там на два дня тебе хватает. Если это хорошие духи, там, босс какой-нибудь, хьюго-босс, или, ну, фирмовые духи, Непаль, то они держатся 5-7 дней на тебе. Поэтому это абсолютно чушь. Тратить 15 минут своего времени на мытье, вот. Нахрен оно нужно? Да я бы переварил, попробовал бы поварить шестерки бобра, но он не продает ни одну. Мы с ним общались на эту тему. Он вообще ни в какую. 50 тысяч рублей я ему предлагаю за ласточку. Там от машины ничего не осталось. Там половина машины. Ну, грубо говоря, там половина машины. Он не продает ее за 50 тысяч рублей. Нет, не сказать. Короче, ладно, что я завел-то? Я хотел вам рассказать, что я, наверное, буду пока скуфиться здесь до самого последнего. То есть пока тут уже морозы, блядь, не ударят такие, что дом промерзнет и не внутри покроется. Сейчас, вот, загибаю пальцы. Первое у нас первостепенное. Сейчас с Олегом будем протягивать трубы, делать отопление. Это первое. Второе. Разводить пару-тройку розеток электричества и два новых автомата на конвекторы. У нас будет полностью электрическое отопление дома. Понимаю, что это супер дорого, это пи***е дорого. Но выхода пока другого я не вижу. То есть газ сюда подвезти Unreal, это огромные деньги. То же самое, если бы даже я подвел газ. Все равно нужна разводка трубы надо ставить, надо ставить батареи. Как ни крути, эта инфраструктура уже будет на котле, на электрическом. Если что, никто не мешает этот котел в любой момент поменять на газовый котел и добавить батареи. То есть никто это не мешает сделать. Можно будет спокойно переоборудовать эту систему, которая уже будет какой-никакой. Она уже будет готова. Так что первое, это делаем отопление. Второе, в течение 30 дней интернет придут, сделают, оптику затянут. Ну и дрова надо закупить. В детстве, когда я здесь зимой бывал пару раз, к этой трубе прикоснуться было непросто. То есть неприятно. Руку не положишь на этот дымоход. И он греет, соответственно, вот эту часть, где я сейчас нахожусь на втором этаже. Так что решение простое. Для поддержания тепла электрокотел и конвекторы. А для основного, так скажем, обогрева, это русская печь на дровах. В общем, работа и непочатый край как бы. Часть выполнена, 20%, 15% уже выполнена. Но осталось ее очень много. И я буду тусоваться здесь, потому что, б***ь, ну мне нравится здесь тусоваться. Здесь я высыпаюсь, здесь нормально. Здесь лучше, чем в городе. Город за***л уже. Я столько лет живу в городе, вы просто не представляете. Выяснил, почему троит мотор на грузыке? Да, свечу одна, этот, восьмой цилиндр свеча, короче, сгорел электрод этот. Иридия рассыпался в цилиндр. Там иридиевые свечи стоят. На восьмой свече Иридий лопнул вот этот наконечник иридиевый. Все, мы поменяли свечу одну. Мне Коля со своего марка отдал свечу, иридиевую старую. Ну, бэушную свечу, короче, с марка поставили. С этого, с 1Г мотора Фьер. И все, он перестал троить, он не дергается больше. И нет вот этого бух-бух-бух, бух-бух-бух. Вот это все пропало. То есть, это какая-то немного валкая работа, она пропала. Теперь он крутится. Да, трех тысяч и четырех. Я вообще удивлен, что у крузака нет пропусков зажигания. То есть, он чек не зажигает на пропусках зажигания. Я вообще охуяю. То есть, у меня горшок один не работал, восьмой цилиндр. Ему хоть бы он дальше ездил спокойно, знаете. Любая машина, даже какой-нибудь Dodge Caravan, он зажигает старый вот этот Plymouth. Он зажигает значок чека, он начинает моргать. У кого четырки были, там старые какие-нибудь европейцы, Hyundai, моргает чек, когда вот пропуски. Здорово. Здорово. Детей возить, я не знаю, по городу кататься. Отличная машина. Просто в ней души нет. Ну, в хавале нет души никакой. Это просто погремушка на колесах, я не знаю, как назвать. Электросамокат. Ну, грубо говоря, то есть, отношение как потребительское к этой машине полностью. Второе, это просто повозка. То есть, возить в жопу. Ни о каком там суперкомфорте, можно даже не рассчитывать. Из комфорта, что у тебя там будет, это монитор, электропанель, ну, цифровая панель, обогрев руля и обогрев сидений там, наверное. Ну, и обогрев лобоша, это всё там удобство. Короче, никаких суперудобств там прям нет. Такое пиво предпочитаете. Давай топ-3. Жигулёвское, Рязанское. Самое за***е, вообще самое хорошее пиво. Только охлаждённое обязательно. Потом мне нравится вот этот кромбленч, кромбленч. Ну, и бат можно. Бат чёрный именно, который бат. Бело-чёрный бат. То есть, вот Жигулёвское, Рязанское, кромбленч и бат бело-чёрный. Это мои три любимых пива. Только их пью, безумно. Вы знаете, что, я сейчас вышел на улицу. Догадайтесь, что он там делает на улице. Вот никто не догадается, что он там делал на улице. Такая мелкая кошка. Вот у него морда, если что, я буду вам показывать. Вот это лицо его. Просто для вас, скорее всего, это чёрное пятно одно здесь лежит на клавиатуре. Он морду на клавиатуру положил. Короче, я вышел, а он жрёт лягушку, сидит. Он разорвал лягушку и сожрал её. Блин, настоящий хищник, животное. То есть, прям. Ну, вот именно животное, поняли, да? То есть, животина прям. Сожрал лягушку просто напополам. Он ещё её потрошит так когтями с зубами. Но он злой, прям. Ну, в плане, как злой. Я имею в виду, он не злой сам все. Вот он, милый, добрый кот. Он лежит здесь, отдыхает. Я к тому, что он как хищник. Он прям может рвать и метать. Он пока молодой ещё. Я, знаешь, возможно, успокоился уже, наконец-то. Блядь, так крузак нравится, ты не представляешь. Ебать, это машина. Просто машина из машин. Вроде глупость какая-то, да? Говорю сейчас какую-то ахинею. Но эта тачка просто охуя. Это абсолютно универсальная машина. Вообще для всего. Единственный минус крузака, это его расход топлива. Всё. Но газ я ставить не буду. Это чушь собачья. Все, кто ставит газ, это абрыганы нищие. Которые покупают себе некогда премиальную машину. Некогда. Сейчас, конечно, она уже не премиальная. Некогда премиальную машину экономят каждую копейку. Ставят газовое оборудование. Бэушное газовое оборудование. Бэушные баллоны. Всё это фитингами в гаражах. Сами там соединяют. И после этого на воздух взлетают. Ну и нахуй. А нормальный газ поставить стоит столько. На этот мотор. На V-образную восьмёрку. Сколько я буду год заправлять? Два бензина мою. Я такие чебы и почему шаурма от них? Спасибо, Фикусов, Симпрон. Чебы это типа нерусские. Это бобёр так называет нерусских. Чебы. Шаурма от чебов. То есть в палатке у нерусских купить шаурму это означает. Продай мне крузак, как накатаешься. Спасибо, Симпартам. Да я вот не то что не хочу его продавать. Я тут под него вот когда масло менял на нём, я полазил в нём, под ним. Тут я тоже в гараж заезжал. Там даже нигде не сопливить ничего. Вы только вдумайтесь. Не, я пока саблю только заднюю хочу поставить с надписью Land Cruiser, которая уже на рестайлинге идёт на крышке. Мурк, чё с бобром? Я не знаю, всё пи***а бобру. Ну в плане денег нет ни пи***и. Видите, даже канал пришлось продать человеку. Я не знаю, что он дальше собирается делать, какие у него планы, так скажем, на жизнь. Но это всё просто как-то грустно и печально. Так всё б***ь, я про это имею в виду. Так-то он сам виноват в этой ситуации. Он кредитную тачку взял, чё он сам виноват? Нет, он взял кучу потребительских кредитов и платил минимальные платежи. 5. Как тебе 15 iPhone и ось 18 бета? Слушай, не знаю, я привык к нему. В целом нормально я взял эту 15 Plus iPhone. В целом нормально, я тебе так скажу. Тинькофф есть, самое главное. Я Тинькофф только пользуюсь, Сбера у меня нет. Вот, такой вот телефон. Камеры тоже нормальные. Не могу сказать, что он какой-то тухлый по камерам или там. Ну 60 Гц только напрягают. Вот это да, напрягают. YouTube в окне я сделал. Присрал YouTube в фоне. Чё там, Тинькофф есть. NFC я и не пользовался особо на Android. Ну у меня он был. Тут можно всё на iPhone с помощью QR-а поплачивать. Никакой платёжный стикер я себе не покупал. То есть не вижу в этом смысла, если у тебя есть возможность оплатить по QR-коду. Даже уже на древние терминалы, которым по 10 лет прикрутили возможность оплаты по QR-коду. Поэтому у нас, по крайней мере, везде есть оплата по QR-у. Даже в шаурме. Ну то есть даже такие заведения, как шаурма на углях, там круглосуточно, там можно оплатить по QR-у. И не было такого, что я не мог где-то что-то оплатить, если я карты дома забыл, например. Вот. Прошка стоила не на 15-20 дороже. Этот я взял за 57 тысяч рублей. Вот. 57 косарей, короче, он мне вышел. Это сколько он гигабайт? Да, блядь, даже не смотрел. Честно, я даже не смотрел. У меня всё в облаках валяется, все данные. То есть я телефоны... В телефонах не храню ничего. Ну, ценного, назовём так. Сейчас я даже не смотрел его память. Сколько у него об этом устройстве зайду. Это 128 гигабайт он, короче. 128 гигов. Я его купил за 57 тысяч рублей. Вот этот. И S23 Ultra убитый в щепке. Я продал за 45. То есть, ну как убитый в щепке, внешне. Он был прямо исцарапанный, весь затёртый до этого. Почему не Pro Max? Я вот не могу изжать, обычно изжать. А вот Pro Max, это мощный аппарат. Спасибо, хавал говно. Я говорю, 57 тысяч рублей. Pro Max стартовал от 80. То есть, от 80 за там, по-моему, бушку. От 80 тысяч рублей. Нужен, ну серьёзно. И экрану долго привыкал. После трёх лет на Самсунге, после двух с половиной лет на Самсунге, я не мог привыкнуть к экрану. Блин, меня прям, ну у меня прям коробило от этого экрана. То есть, ну вот это медленный экран, ну он п***ц медленный. Смотрите, фрези даже так видны. Даже вам на вебку видно, как у него экран, ну желейный, понимаете, да? После флагмана настоящего. А S23 Ultra это настоящий и п***ц флагман. То есть, это очень хороший телефон. Но вот такой вот кисельный экран, к нему привыкать долго, чисто морально. Не то, чтобы он как-то, не то, чтобы глаза болели от этого. Такого нет. Просто как-то морально неприятно. Вот этот гараж, который я не купил. Смотри, он уже конвектор сделал. Короче, там отопления не было, ничего не было. Гараж был пустой абсолютно. Поняли, пацаны? Смотрите, он конвектор повесил в этот гараж. Это фотография из этого гаража. Вот эта плитка у него там лежит в гараже. Вот. Уличная плитка, короче. Вот он конвекторы повесил, видите? Проводку протянул под конвекторы. То есть, он занялся, видимо, гаражом для своих целей, для своих нужд. Ну, посчитал, наверное, что полтора мульта, но это, блядь, это беспонтовые деньги. Ну, и он прав на самом деле, потому что это реально беспонтовые деньги. Я поэтому так и зацепился за этот гараж. Я прям... Это вот этот гараж, он в нем вещи фоткает, до сих пор продает. Так что... Гараж он не продал никому. Мужика. Ну, подставил он, да, неприятно. Я не спорю. Так, конечно, и не делается. Ну, мягко скажем. Я машину ради этого продал, блядь. То есть, если бы не этот гараж, я бы X5 дизельный не продавал. Смысла не было никакого. Машина очень хорошая была. То есть, ну, там вложений никаких она не требовала вообще в себя. И резина зимняя была, там все было от машины. Там даже резину не надо было зимнюю покупать. Я Бобру все предлагал, чтобы он двойку подделал хоть как-нибудь. Вот такая темка. И в розыгрыш ее пустить. Можно у меня на канале, например, как второе место какое-нибудь. Он даже задумался об этом. Ну, над этим всем. Но что-то он ссыкует. Он говорит, что я куплю. Как я понял, у него там долгов уже на 800 тонн, короче. Вот. То есть, я не знаю. Знаете, вот вроде хочется как-то, ну, пацану помочь по-человечески. Бля, а что сделаешь? Типа, ну вот я, например, никак ему не уделю 800 тысяч рублей. Ну вот, без вариантов. У меня, вон, блядь, кредит за этот хавел. Еще 600 тысяч надо отдать. Просто он сам загнался в такой тупик. И ух... Не знаю, что теперь делать ему. По-человечески его жалко. Вот, ну, без приколов. Я сейчас, наверное, не иронизирую, не пытаюсь высмеять или что-то. Ну, блядь, как так можно въебать было? Это ж просто... С 200 или 300 чистого долга до 800 дойти. Это ж просто пизда. Вот, кому расскажешь, вот это и есть кредитное рабство. То есть, когда тебя заманивают каким-то небольшим кусочком, да, вот этим малюсеньким, пирожка. А потом, ну, ты съел один кусочек от пиццы, а платишь за всю пиццу. Вот, то же самое. Кот, он и не хочет разыгрывать Жигули и закрывать какую-нибудь треть жалкую кредита. Треть кредита всего. Третья розыгрышка, давай. Если я все-таки на это решусь, то к Новому году. Мы делаем сейчас... Я могу вам спойлернуть. Наверное, он пока не финальный вариант сейчас. Сейчас, подожди, открою. Вот, что-то подобное делаем сейчас. Ну, это пока просто такой прикол. Это еще не готовый, не итоговый результат. Сейчас я вам покажу. Что нужно будет заказать для участия, например, в розыгрыше Хавала. Сейчас я его... Вот пока мы придумываем что-то типа такого. Поняли? Поняли приколю? Идея для роликов. Поездить по скам салоном Солита. Поснимать остросюжетный колхан. В последнее время там едва ли не половина объяв. Галим и скам, на которой площадка закрывает глаза. А смысл? Что от этого поменяется? Этим все занимаются. Там какой-нибудь Ердрей и там прочие. И юристы, и не юристы. Все этим занимаются. И от этой огласки толку никакого. DVD будет в картонной коробке или пластике? В пластике, естественно. И там будут два DVD. Потому что сериал с копейкой. Там будут два двухслойных DVD по 80,5 гигабайт. То есть 17 гигов будет. Да банкротство я ему уж предлагал. Он что-то как-то не очень настроен. Говорит, я потом всю жизнь буду в черном списке везде. Ну типа никогда мне займ никакой не дадут. Если там какое-нибудь лечение нужно будет, допустим. Или какая-то срочная покупка. Прям не терпящая отлагательность. То, говорит, мне никто рубля не даст больше. Никогда, если я сейчас на банкротство подам. Короче, 750 тысяч только диски. Сами диски. 750 тысяч рублей. Вот. Потом сейчас 5000 дисков, если будет продано. Например, 5 миллионов. От них 13%. 650 тысяч еще налог. 750 плюс 650. Миллион 400 это только расходы без других мест призовых. Закладываем 300 тысяч на другие призовые места. Ну 250 тысяч. Это два там айфона, что-нибудь еще. 250 тысяч призовые места. Это миллион 650. Так, еще от 5 миллионов экваринг надо посчитать. Экваринг еще 300 тысяч. Миллион 650. Плюс 300. 1050 упаковка. Ну, сами материалы. Пупырка, упаковка, скотчи, конверты. 50 тысяч. Два миллиона это только расходы. Это по минимуму я сейчас посчитал расходы. Два ляма это только расходы минимальные. Диски, налог, эквайринг, упаковка. Оплата работает за упаковку. Два ляма только. Уже уходит сразу. Это те, кто умники, которые пишут, да ты там снял, например, с розыгрыша 5 миллионов, прибедняешься, сидишь. Вот. Это 2 миллиона просто сама продукция, налог, экваринг, упаковки, оплата за работу. Кто это будет паковать сутками, неделю сидеть, клеить этикетки, проверять отправки. Вот. Пока не знаю. Ну и посмотрим, что будет. Я бы, блядь, вполне хавал разыграл. Мне никаких проблем не составляет. Это, типа, я к нему не питаю каких-то чувств, что я люблю эту машину, что она мне так дорога. Это, похуй, абсолютно. Какая мне разница? Если я верну денег, которые я на этот хавал потратил, вообще я не, этот, нисколько не обижусь и не расстроюсь, что у меня больше нет хавала. Миллион рублей, она новая 700 тысяч стоила, братан. Спасибо, Сергей Семенов. Она новая 700 тысяч стоила. Мы с пацаном ездили такую, покупали. При мне. Мечта моя. Я так хотел ее себе. Она выглядит... Сколько он потратил? 296 тысяч на ремонт? Вот это чушня вообще. Не вздумай ее покупать. Это пи***ш. Это чушь собачья. Toyota не ломается. На что он здесь потратил? 286 тысяч рублей. Toyota не ломается. Чего? Капитальный ремонт двигателя? Какой нахуй там двигатель? Миллионник. Фу, блядь, пи***цы. Какой нахуй капитальный ремонт? Ремонт ГБЦ? Это вброс ебаный. Это чушь собачья. Чушь. Это, это бред и чушь. Прикинь, нашел, как ух... Этот пишущий DVD. В котором жесткий диск есть. VHS и DVD. Это супер крутой комбайн. Его даже разобрать было бы просто интересно. Это инженерная вообще вершина инженерного творения. Это где VHS совмещен с DVD. Еще там стоит компьютерный обычный IDE-шный жесткий диск. Я такой один раз разбирал, обслуживал. Термопасту менял на таком плеере. Там кулер есть с термопастой. Потому что процессор есть свой. Короче, объясню, как это работает. Там в DVD, вот в этом комбайне, там есть VHS. Ты можешь перегонять VHS, цифровать VHS на лету. Но это на самом деле не на лету. Это все обман. Сначала он записывает аналоговое твое видео, цифрует на жесткий диск. Там прям стоит обычный Western Digital на 80 гиговый. Он сначала записывает твою видеокассету на жесткий диск, вот на этот 80 гиговый. А потом запускает процесс записи уже цифрового видео на DVD. Вы только вдумайтесь. И также там можно по таймеру записывать видеопередачи. И автоматически записывать их либо на VHS, либо на DVD. Это обман. Если бы мне такое в детстве подарили, я бы, блядь, все передачи записывал, которые идут, когда у меня дома нет. Я бы все там, ну, там прям открывается. Ну, в то время, в те годы, 15 лет назад, 20. У тебя открывался мир мультимедийных возможностей. То есть, это очень сложная с инженерной точки зрения конструкция. И стоили эти, ну, типа, двойки, вот. Ну, это двойкой не назовешь, я не знаю, какая-то тройка, блядь. Потому что там жесткий диск, процессор, оперативка, DVD и VHS. Все в одном. Это суперкрутая штука. Я вот говорю, я один раз обслуживал такую хуйню. Меня вызвали компьютерного мастера не чтобы комп починить, а чтобы поменять термопасту в DVD-плеере. Я сначала думал, мне звонят шутники какие-то, блядь. Ну, понимаете, порофлить. То есть, реально, иногда звонили какие-то, блядь, просто там, ну, задавали какие-то тупые вопросы и смеялись. А тут я думал, что с меня просто рофлят. Мужик звонит в возрасте и говорит, мне надо на DVD-плеере поменять термопасту. И обслужить, типа, продуть там, ну, убрать пыль, всю хуйню. Я когда приехал, я охренел. То есть, реально такой комбайн. Он мне показал, как он работает, я в шоке был. Он занимался им, этот, свои там, видеоархивы на VHS, перегонял на диски, короче. Ну, на эти, на девядюшки перегонял. Вот он, ну, 250 рублей, пацаны, типа, стоит. Он все, он заменяет весь этот комбайн мультимедийный. Вот. Вот флешка, USB 2.0. И вот колокола. И S-Video. S-Video, три колокольчика и флешка. 250 рублей на Алике. Все, и этот комбайн мультимедийный уже. И вот пердит жестко, кот, ребят. У него прям пучает животик, я чувствую, он пукает постоянно. Еще он такой засранец, он именно подходит к тебе и пукает, потом уходит. Я не знаю, зачем он это делает. То есть он подойдет, прям в носик пукнет и уйдет. Я сегодня спал с ним, он пукает так жестко. Как человек здоровый, блядь. Вот кабан срвет рядом. Ну, что это за копрофантазия? Какие копрофантазии? Он реально пердит, это не прикол. Он подходит и пердит. Именно при человеке обязательно надо это сделать. Он как бы показывает, что он живой, я не знаю. У них же есть свои эти... Какие-то, не знаю, эмоции, так скажем. Он же тоже понимает, что вокруг происходит. Он же видит меня. Он уже меня считает хозяином своим, я так понимаю. Вот все, я не трогаю. Дергается. Крестов, прогоняй. А что ему в рот залить надо? Почему я ни разу не слышал от своей кошки? Я не знаю. То есть ты хочешь сказать, кошка никогда не пердила? У тебя в кровати? Просто я не знаю, есть ли у него глисты. Я его целую, если что, в рот. Я считаю, что это не безобразно. Это же все живые мы, правильно. А это кот. Он тоже живой. Мы с ним доверяем. Я же могу доверять. Он сказал, что он здоровый. Я считаю, что он здоровый. Значит, мы можем сюсюкаться с ней. Миш, чтобы с этой же бобру выбраться из этого. Ничего, кроме банкротства у него ничего нет. У него никаких выходов нет. Вот. У него нет никаких совершенно вариантов, кроме банкротства. А какие еще варианты назовите? Вот, ну, вот ваше предположение. Что можно сделать человеку, чтобы как-то... Даже не то, что из беды выбраться, а просто на жизни свои крест не ставить. Тут только банкротство, типа, давать. А что, бобер не хочет работать, платить кредиты, кореш платит 2 ляма и не ноет. Ну, блядь, бобер-то брал 300, схуя ли он... Почему он 800 будет отдавать? Он не хочет 800 отдавать. Я бы тоже не хотел 800 отдавать. Гасится 3-5 лет. Да это тоже не выход. Слушай, Костя. Какая-то под конем. Куда ты гаситься будешь? Нет, мать *** его. Тетку *** его. По месту прописки. Так я говорю, как он будет гаситься? Не сможет он гаситься, понимаешь? Но я говорю, только... Я бы на банкротство уж давно подал. Я бы двойку переоформил, например, на себя. Вот, на себя. Ну, мне там, другу каком, Дениса своего, ну, у него кореш есть. Хотя Денис тоже закредитованный весь вот и до в пизду. Надо ее переоформить двойку на кого-нибудь, у кого вообще никаких кредитов нет. Типа, кто никому ничего не торчит. И после этого подать на банкротство это самый простой выход. Больше у него имущества нет. У него за душой ничего нет. С него ничего не взыщи. Ничего плохого не будет. Уголовной ответственности там тоже никакой усмотренной не будет. То есть, никто там не найдет цели обогатиться и прочее. Увидят, чел взял 300, блядь, оно накапало до 800 и просто уже физически он никак это не выплатит. Максимум его по суду обяжут выплатить то, что он брал. То есть, ну, за вычетом того, что он уже заплатил. То есть, какие-нибудь там 200 тысяч жалкие будут, 150. Ну, вы поняли. Это не такие серьезные деньги уже. Это уже можно в Яндекс.Еде заработать. Можно уже там 3-4 месяца без выходных поработать и закрыть все это за ухо. То есть, по суду там даже, ну, никогда его не обяжут с процентами это все выплатить. Так что, ему бы скостили эту сумму даже до 300, к примеру. 300 это уже подъемные деньги. Это сколько там? Ну, 3000 долларов, грубо говоря. Это не такие прям сумасшедшие деньги. У нас доставка KFC в городе уже стала через Delivery 300 рублей, 380 рублей. Вы только вдумайтесь. Раньше была там 3 года назад 99 рублей. Сейчас курьеры, ко мне вон курьеры приезжают на свежих солярах, на всяких этих, как она, на седах, на Киа. То есть, я бы не сказал, что они х**о зарабатывают, курьеры. Так что, если заказы такие жирные, в Москве-то они всегда будут доставки, я имею в виду. Там даже можно на двойке, на той же самой работать. Можно и в грузовом работать. Так что, ну, я имею в виду тариф грузовой, я к этому имею в виду. Я вот сколько заказывал всего грузовым тарифом, меньше 3-2,5 тысячи, я ни разу не отдал. Понятно, что есть там комиссия Яндекса, есть амортизация, есть бензин. Но амортизация в случае ВАЗ-2102 копеечная, все запчасти на нее стоят ровным счетом ничего. То есть, починить двойку можно, вот, в огороде, не имея даже базовых инструментов, двойку можно отремонтировать. Тут только бензин останется. Карбюратор задушить специально, чтобы он поменьше жрал. Чтобы там 7,5-8 литров он жрал. Я когда в доставке работал, я специально к мужику ездил, к деду, карбодед у нас был один в гаражах. Он мне на десятке душил карб и на этой, на девятке моей душил карб. И у меня расход получалось, у меня были пробеги, бывало, по 300 км в день, по 250. И я ронял расход на вот этом задушенном карбе где-то до 7,5-8 литров. Это нормально, для карбюратора на девятке это отличный результат. То есть я экономил прилично. Потому что до этого расход был 10-11 всегда стабильно на карбовой машине. И вот этот карбодед он ставил суженные жиклеры, настраивал, беднил смесь, короче. Да, у тебя машина валенок становилась, ну как валенок, она там уже мощно не разгонялась. В рамках города комфортно было ездить, ничего страшного. На трассе, конечно, уже небольшой дискомфорт был. Но у меня в основном пробеги как раз были городские, поэтому я себе вот эту хуйню, я этим занимался. Ну, кстати, мог бы, да, какую-нибудь рекламу 1xbet продавать по 20, по 30, по 40 тысяч в ролике, вообще в лёгкую. У него просмотры ролики нормально набирали. С двойкой, по 60 тысяч, по 70 тысяч просмотров, я там статистику смотрел в личном, в творческой студии. Он мог бы чисто до принципа немного подвинуть куда-нибудь, ну реально, просто подвинуть куда-нибудь принципы. И продавать рекламу по 30, по 40, 1x и 1 win, ничего такого, все поняли бы. Вот так бы я объяснил бы в конце видео, типа, бля, ну пацаны, у меня вот реально серьёзные сейчас финансовые трудности. Ну, нет варианта их как-то по-другому закрыть и как-то по-другому это всё решить. Ничего, все бы поняли, никто бы ничего плохого не сказал, я думаю. Так он видео снимал раз в месяц. Ну так 40 тысяч в месяц уже неплохо, это первое. Второе, 40 тысяч за ролик уже было бы мотивацией делать больше роликов, понимаешь? Здесь это бесконечная цепочка, замкнутый круг, как и с его кредитами и долгами. Тут то же самое. Это была бы мотивация. То есть те же 30-40 тысяч за один видос, это не согласись, мотивация этот самый видос делать. По бобринам видосам глухо. Просмотры, ну вот сейчас даже зайду для себя, просто гляну, сколько у меня там. Провалилось мой ремастеровое видео, чуть никто не смотрит, никто не заходит, даже не вспоминает о нём. Всё, давайте. Всем всего самого хорошего. Спасибо за донат.